друзья всем привет уважаем подписчики здравствуйте присоединяйтесь я выхожу сегодня в эфир сегодня у нас такой будет вебинар практика здравствуйте отлично подключаются все здорово ну что давайте я представлюсь возможно кто-то меня не знает и заодно познакомимся меня зовут ирина бельская и я топ-тренер нашей школы я провожу обучение и на тренерском курсе и работаю в группах и индивидуально с нашими клиентами и сегодня я хочу с вами научиться рассказать показать вам такую тему раскрыть для вас как тейпирование эстетическое тейпирование мы будем заниматься именно эстетическим тейпированием что она нам дает как-то и поработают и сразу же будем пробовать делать аппликации конечно мы сделаем одну аппликацию но она во первых рабочие я люблю эту аппликацию потому что буквально через 15 минут уже видно эффект от нее она быстро работает и самое главное вы нас попробуйте поймете как они работают принципе особенно если вы никогда не пробовали тейпы или допустим даже купили тейпы к примеру но вы не знаете как правильно тейпировать вы не уверены или возможно был какой-то негативный результат наоборот после аппликации вы увидели какой-то отрицательный результат вот как раз сегодня мы все это сделаем и все проговорим возможность какие-то вопросы по аппликациям я все это вам расскажу вы пока подключаетесь у кого из тейпа вы можете сразу же приготовить тейп и готовить ножницы обычные канцелярские ножницы вам понадобятся вот ну или кто-то посмотрит послушает потом купит и повторит ну что давайте да ты первое не собственно она уже заняла свою прочную такую позицию нишу в эстетической косметологии и действительно тейпирование прекрасно работает самый большой плюс и аппликации в том что вам достаточно нанести аппликацию сделать ее то есть вырезать нанести и дальше она работает а ваше присутствие собственно уже необходимо нет необходимости вы просто с ней ходите и чем больше вы двигаетесь тем лучше она работает я сразу оговорю что есть ряд аппликаций которые наоборот желательно на ночь наносить но это уже по каждой аппликации надо отдельно проговаривать собственно что такое тейп тейп у нас это ткань по составу она состоит из хлопка и эластана то есть ты у нас тянется он имеет определенную эластичность сейчас я возьму какой-нибудь кусочек тейпа который мне не жалко или даже ну вот к примеру да то есть вот у меня есть вот такой кусочек вот эта ткань с другой стороны это бумажная подложка называется эта бумага между тканью и эта бумага не сильно нанесен акриловый клей ну и собственно вот вот вся вот незамысловатая конструкция тейпирование кинезио тейпирование перешло из лечебного тейпирования в эстетическое благодаря тому что хорошо происходит дренаж облегчение тканей и и визуально это дает очень хороший эффект причем на лице он даже более выражен чем на теле на самом деле на теле тоже делают такие подобные дренажные аппликации но это уже отдельная тема мы с вами манипулируем и работаем с лицом и шеи обязательно тоже шея лицо дальше мы не опускаемся вот то есть вот 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 такой вот вот все что себя представляет и и если я отделю бумажную подложку мы увидим что тейп тянется вот он его натяжение тейп обладает таким свойством как натяжение еще одна особенность тейпа вот сейчас вот вот это вот кусочек этой ткани по своему весу равняется весу кожного лоскута именно поэтому тейп хорошо работает на дренаж сразу оговорюсь это не будет глубокий дренаж это не будет лимфодренаж это будет поверхностный дренаж но визуально он очень заметен облегчается ткани и в результате такого облегчения то есть уходит лишняя жидкость которая оттягивала нам поверхностный слой кожи вы видите подтяжку уходят брыли вы видите как открываются глаза поднимаются брови именно за счет того что облегчается ткани это мы сейчас говорим о таких как дренажные аппликации которые называются дренажные вы наверняка видели такие аппликации как правило они выглядят вот так вот такие веерообразные называются то есть вот такие вот это хвостики у них и вот это вот называется якорь то есть такая вот . это веерообразные аппликации и это основа эстетического тейпирования потому что есть еще и другие И аппликации, общая классификация – это корректирующие, моделирующие и дренажные. И вот правильно начинать с дренажных аппликаций. И, собственно, мы сегодня с вами будем делать дренажную аппликацию. Почему? Потому что, когда уходит лишняя жидкость, имеет смысл переходить к корректирующим манипуляциям. Будь то упражнения, будь то массаж, мануальный самомассаж, массаж у специалиста, массаж камнем гуаша, будь то, собственно, дальше более глубокие аппликации именно тейпами, то есть корректирующие или моделирующие. Но всегда правильно начинать с дренажных аппликаций для облегчения ткани. Очень часто, сделая дренажную аппликацию, вы уже видите результаты, собственно, понимаете, что это не века у вас нависала и не птоз, а был просто достаточно выраженный отек, который вы сняли с помощью дренажных аппликаций, и, о чудо, века подтянулась, контур подтянулся, брыльки ушли. То есть поэтому правильно, именно правильно с точки зрения даже подхода, терапии, начинать ваше знакомство с тейпированием и вашу практику с тейпированием именно с дренажных аппликаций. Понятно, да, почему? Потому что ткани облегчаются. Вам, собственно, все потом лучше, легче получается. Будь то упражнение, как я уже сказала, будь то какие-то мануальные техники, корректирующие, собственно. Вот. То есть поэтому мы, собственно, вот так вот я вас подвела, мы будем с вами, собственно, сегодня делать дренажную аппликацию. То есть вот-вот, вот это наш тейп. И он, мы будем использовать вот такую вот бумажку. Вот она у меня есть, ну, в другом цвете. Вот, да. Вот она у нас. С обратной стороны у вас всегда будет такое вот нанесение. Это называется линейка. Это чтобы вы, ну, отмеряли ширину корректно. То есть не надо сидеть и линейкой отмерять. Мы говорим, какая должна быть приблизительная ширина у нашей аппликации. Мы сейчас будем с вами делать на практике, вы все поймете. Но для этого нет необходимости отмерять линейка. У вас есть уже эта линейка. Не всегда она в виде квадратиков. Она иногда бывает, сейчас найду, в виде вот таких, к примеру, полосочек. Видно, да, я думаю. То есть квадратиков здесь у меня нет, у меня просто здесь полосочки. Это другой немножко тейп, другой производитель. Вот. То есть в любом случае ширина квадратика или полосочки всегда один сантиметр. Тейпы для лица бывают разные. Я сейчас не про цвет, я про ширину как раз. Вот это самая оптимальная ширина. Она является 5 сантиметров. То есть здесь у меня 5 сантиметров. Вы также можете встретить тейпы шириной 2,5 сантиметра и 1,5 сантиметра. Ну, на мой взгляд, самый практичный вариант, естественно, 5 сантиметров. Потому что из 5 сантиметров я вырежу всегда 2,5 и 1,5. А если у меня будет 2,5, а мне, к примеру, нужна аппликация шириной 3 сантиметра, я уже ничего не сделаю. Но это на самом деле не трагедия. Для лица в целом 2,5 сантиметра – это хорошая ширина. А в целом вот эти тейпы такой ширины мы его используем. У нас в основном все аппликации для лица – это где-то 2,5 сантиметра в основном. Ну, и меньше. Редко, когда больше. Но я предпочитаю брать 5 сантиметровый просто потому, что так практичнее. То есть остаются какие-то остатки, которые я прекрасно… Вот у меня один остаток, я его прекрасно могу использовать. Я сразу предвосхищаю ваш вопрос, можно ли нарезать аппликации и потом просто их наносить. Нет, нельзя. Дело в том, что если вы будете хранить готовую аппликацию, как, к примеру, вот у меня сейчас вот это вот есть готовая аппликация. То есть, по сути, все. Это уже готовая аппликация, дренажная аппликация, которая состоит из 7 хвостов. Да, тут 7 хвостов. И, собственно, ее можно, допустим, на какую-то зону сдренировать. Например, нижнюю треть лица, или я могу сдренировать, ну, вот таким образом наклеить тоже будет работа с нижней третью лица, к примеру. Но если я сейчас ее начну наносить, она не приклеится, потому что вырезанная вот такой формой аппликация, клей немножко подсыхает. И, соответственно, она просто не зафиксируется. Ничего со мной не произойдет, у меня брыли не появится, отек не усилится. Просто она не сработает, просто я не смогу ее зафиксировать. Поэтому это просто демонстрация, вот у меня тут несколько вариантов от всех видов аппликаций. Я их вырезала, заранее показываю, что такое, как вот вообще называется. То есть, вот это демонстрирует дренажную аппликацию. Не обязательно 7 хвостов. Мы сейчас говорим про форму. Количество хвостов очень индивидуально. Вы сейчас тоже это все поймете. Но, опять же таки, вы, наверное, обратили внимание, что я вам показала вот такой кусочек. Или, к примеру, вот у меня валяется вот такой кусочек. Вот такие кусочки вы можете хранить спокойно, потому что вот в таких обрезках, скажем так, хранится, можно хранить. А когда вы уже вырезаете форму, да, она уже немножко начинает подсыхать клей, соответственно, он уже просто не будет фиксироваться. А вот такие кусочки, это остатки всевозможные, из них прекрасно можно вырезать какую-то аппликацию. То есть, они тоже вот прекрасно идут. Ну, к примеру, вот еще одна аппликация у меня тут вырезана. Она называется «Фонарик». Очень красивая аппликация, очень милая. Вообще, на занятиях, когда мы с девушками, с участниками нашего курса вырезаем аппликации клеем, это просто вообще какое-то удовольствие, потому что руки мелкая моторика, мы вырезаем и клеим. Это действительно больше такая, знаете, женщинам хорошо подходит эта тема, так скажем. Вот, то есть, это действительно очень интересно и быстро ваши руки начинают работать. Мелкая моторика хорошо развивается. Вот, понятно, да, то есть, я рассказала вам вкратце, что такое тейп, из чего он состоит. Это все очень вкратце, то есть, историю тейпирования я уже не буду углубляться. Вот, и я вам рассказала, с каких аппликаций нужно начинать. И это мой вам совет. Начинайте с дренажных аппликаций. Веерообразные всякие аппликации. Вот, кстати, Татьяна последняя, Татьяна у нас тоже проходила, знает, про что мы говорим. Вот, вот это именно дренажные аппликации. Независимо от того, сколько хвостов, 3, 4 и так далее. Вот, то есть, вот это вот веерообразные аппликации. И сегодня давайте уже на примере одной аппликации проговорим, как правильно, что делать, как наносить. Я на примере одной аппликации вам расскажу, как работать с тейпами. Давайте делаем такую несложную, но очень эффективную. И несложную в плане вырезать, наклеить. Это занимает реально пару минут. Утром это очень актуально. Вы большие объемные аппликации, комбинированные, сложные, или сочетание аппликаций с утра вряд ли будете делать. Скорее всего, вы будете делать, чуть-чуть, наверное, опущу, чтобы видеть вас. Скорее всего, вы будете делать такое попроще. Там буквально на 2-3 минуты. Тем более, я по себе даже знаю, утром, когда мы просыпаемся, у нас моторика еще немножко не такая хорошая. Поэтому, там что-то сложное вырезать, это вряд ли. Вот, поэтому я утром, как правило, делаю аппликацию для глаз. Она прекрасно распахивает глаза. Хотя, меня не беспокоят отеки. Но я, тем не менее, периодически делаю эту аппликацию. Позже объясню, что значит периодически. Почему периодически я ее делаю. И, собственно, почему все делают эти аппликации периодически. Не на постоянной, не каждый день, не на постоянной основе. Вот, потому что она прекрасно поднимает века, подтягивает века, распахивает глаза. Заранее можно? Нет, заранее нельзя. Вы можете нарезать, но она не будет работать. Вы, наверное, только подключились, я только что это проговорила. То, что я вот сейчас вам показывала заранее, это просто демонстрационная модель. Знаете, как говорят, демонстрационная модель. То есть, вот это, если я сейчас начну клеить, она просто не будет держаться у меня на лице. Клей подсох, поэтому вариант заранее, я знаю, очень удобный вариант. Но нет, да, но нет. Вот, вот, вот всякие вот такие вот кусочки, которые тут у меня валяются, пожалуйста, с них можно вырезать. То есть, вам придется все время, каждый раз резать, собственно, перед нанесением. Но тут ничего на самом деле сложно. Ну что, давайте, да, будем тейпировать глаза. Не бояться, тут вообще ничего страшного, на самом деле очень классная аппликация, круто работает. Вы всегда будете замерять длину. На курсе я каждой участнице подсказываю, какая нужна длина. Сейчас, поскольку я вас не вижу, но вы, возможно, со мной будете делать, я буду, во-первых, на своем примере рассказывать, как определить длину. И общие какие-то рекомендации вам тоже могу подсказать в целом. У нас с вами, поскольку будем делать вот такую дренажную аппликацию, вот эта вот часть называется якорь. Обратите внимание, она скругленная у меня, то есть я ее сразу скруглила. Это правильная форма. И вот наш якорь будет в височной ямке. Вопрос, надо это запомнить. Здесь у нас проходит венка, мы будем отгонять лишнюю водичку, облегчать ткани вот в этой зоне. Если есть отек, естественно, его снимать. Если нет, не беспокоит, то просто облегчим эту зону. Это всем на самом деле нужно. Я уже убедилась после 25 лет, всем нужно. И мы будем размещать наш якорь, то есть вот такой вот кончик. Он у нас будет прямо в височной ямке. Вы должны понимать, что наше тело за нас само решит, куда отправлять лишнюю жидкость, куда дренировать вот эту вот водичку в ближайший коллектор. Коллектор – это не обязательно лимфоузел. Если поверхностно, ближе находится вена, а вена у нас поверхностно, вы знаете, по анатомии артерии гру, глубже вены, более поверхностно кожа находится, то, соответственно, ваш денаж будет происходить именно туда. Ну, в любом случае, для нас важно, чтобы он произошел. Здесь у нас проходит височная ямка, здесь у нас проходит венка. Кстати, небольшое замечание, это чуть-чуть небольшое отступление, но если вы к концу дня ее видите, это говорит о том, что у вас перенапряжены лобные мышцы, скорее всего, перенапряжены и, возможно, ушные. То есть где-то у вас напряжение присутствует в области мышц сухожильного шлема. Чаще всего это лобные, но тут тоже надо диагностировать. Обратите внимание, особенно если под вечер вас мучат головные боли опоясывающего характера, у вас там идет перенапряжение, надо с ним поработать. Но это так, к слову. То есть вот здесь у нас будет с вами якорь. Всегда замеряется от якоря. Всегда. Вот наш якорь. И мы будем замерять длину. Сначала вы всегда замеряете длину. Если у вас в рулоне, вы берете и прикладываете. Как определить длину? Сколько мне нужно отрезать? Вы ориентируетесь на нависание верхнего века. Вот где там у нас нависает. Или, допустим, на отек нижнего века, к примеру. Да, вот у нас тут где-то припухло. Или вы просто произвольно где-то вот заходите, где-то вот до середины глаза. То есть если нет, не беспокоит ничего, вы хотите просто попробовать, то вы где-то до серединки глаза заходите. Я знаю по себе, что мне нужно где-то вот здесь вот остановиться. Вот это вот моя длина. То есть по утрам я сюда захожу, мне достаточно. Длину на самом деле, если визуально сложно определить, то есть нет отека, нет нависания века, нет ощущения тяжелого века, нет визуально этого в зеркале, вы определяете опытным путем. Ну, как бы самый такой универсальный вариант, это где-то вот-вот вы смотрите ровненько, да, и под серединку глаза приблизительно. Вы можете замерить так, можете замерить так по верхнему веку, как вам удобно. Вы можете замерять линейкой к себе, и если вы там еще немножко путаетесь по длине, то вы берете там, например, вот так раз по бумаге. Да, эфир обязательно сохраняется по бумаге, ну, как-то там, карандашиком чем-то черканете. Ну, на самом деле это лишнее. Я просто загибаю. Просто раз и загнула. И отрезаем. Отрезаем по загибу. Отрезайте всегда бумагой к себе, чтобы не травмирует, не рвать ткань. Если вы будете резать тканью к себе, то есть бумагой к себе, вот я режу бумагой к себе, отрезаю, не от себя. У вас тогда просто ровная будет линия среза, и тейп не расползется на нитке. Особенно, если тейп не очень дорогой. Отрезали. Теперь следующий момент, это ширина. Здесь ширина я сделаю полтора сантиметра. То есть это где-то полтора сантиметра. Это такая неплохая ширина. Можно чуть-чуть больше, меньше я вам не рекомендую. То есть вот такая у нас получилась полосочка. Теперь обязательно мы скругляем в области якоря. С любой стороны мы будем формировать якорь. Мы начинаем с вами с того, что сформируем якорь. С любой стороны мы скругляем уголки. Это делается не для красоты. Это делается для того, чтобы вы не травмировали кожу, когда вы будете снимать тейп. Это для того, чтобы ваша аппликация была безопасна. Если вы как-то делали аппликации, после них видели какие-то раздражения, высыпания, небольшие прыщи, и, скорее всего, вы травмировали кожу, когда снимаем. На это надо обратить внимание. Это не аллергия, поверьте мне. У нас получилась вот такая вот полосочка. Я забыла сказать один очень важный момент. Вырезайте всегда вдоль. Вот так вырезать? Нет, это неправильно. Тоже ничего не произойдет. Не переживайте, отеки не усилятся. Вот это будет неправильно. Вдоль. Всегда вырезайте вдоль. Это очень важный момент, который я забыла проговорить. Вдоль вырезается. Мы клеим без натяжения, дренажный клеится без натяжения, но, тем не менее, мы все равно будем вырезать вдоль. Потому что легкое, небольшое, очень небольшое, порядка до 5%, ну или большое натяжение все-таки это и будет делать. Мы будем давать отвисеться, снимать делоское натяжение, но, тем не менее, вырезаем все равно вдоль. Это понятно, да? Не вот так. Вдоль. Вы смотрите по буквам. Вот эти буквы говорят вам о том, где вдоль, где поперек. Ну, то есть, к примеру, да, опять же таки, вот валяется у меня такой кусочек. Я прекрасно могу его использовать, но я не знаю, где тут вдоль, где поперек. Я переворачиваю и вижу как направление. То есть, вот это будет поперек, а вот это будет вдоль. Для этого еще и текст нанесен. Как правило, текст наносится, ну, я так заметила, в основном вот немножко по диагонали. Ну, нам это в любом случае не мешает. Есть, да? То есть, у нас вот такой кусочек получился. Теперь мы будем формировать, собственно, наши хвосты. Как сделать красивенько? Красивенько. Давайте постараемся сделать на 4, на 5 хвостов. Ну, 4 это оптимальный вариант. Правило такое, по количеству хвостов. Сейчас спрашиваю, сколько делать хвостов? Сколько должно быть здесь, сколько должно быть здесь? Правило такое. Чем больше хвостов, тем быстрее происходит дренаж. Чем меньше хвостов, тем медленнее дренаж. Все. Вот это единственная разница по количеству хвостов. Хочется вам сделать 2 хвоста? Сделайте 2 хвоста. Но вы должны понимать, что с этой аппликацией, чтобы она сработала, вам придется часа 3-4 походить. Если у вас нет такого количества времени, лучше, конечно, сделать 4-5 хвостиков, они будут тоньше. Дренаж произойдет в течение часа буквально. Даже полчаса вы походите. Я утром час никогда не ношу, у меня просто тоже нет этого времени. Минимум 15 минут нужно походить с дренажной аппликацией. Но это при условии, что если у нас 3-4 и больше хвостов. Если у вас буквально 2 хвоста, она тоже будет работать, эта аппликация, просто дольше. Как вырезать, сформировать нам 4 хвоста? Мы разрезаем эту аппликацию, нашу аппликацию вырезанную, посрединке. Приблизительно, не заморачивайтесь, чтобы сильно было ровненько, не заморачивайтесь. Оставляя, не дорезая где-то сантиметр или указательный палец. Вот это наш якорь. У нас всегда на лице приблизительно вот такая ширина якоря, плюс-минус. От зон зависит, это тоже там уже немножко нюансы, но в целом. То есть я не разрезала, я чуть-чуть оставила. В принципе, вот уже готовая аппликация. Называется V-образная аппликация, если правильно уже манипулировать словами, терминами вернее. Вот это, собственно, V-образная аппликация, она похожа на буковку V. Но она уже будет работать, я уже могу, собственно, ее наклеить, но мне с ней надо будет подольше походить. У меня нет такого количества времени, да и желания. Поэтому я беру еще каждый хвостик, разрезаю еще пополам. Ну, в принципе, у меня хвостики достаточно широкие, поэтому я могу даже чуть-чуть больше сделать, чем пополам. Да, я сделаю на 6. Ну, чуть быстрее сработает. Вы можете сделать на 4, то есть пополам и еще раз пополам. И вот такая у нас получилась аппликация. Она называется V-образная, в моем случае это 6 хвостов. У вас может быть 4, может быть 5. Не делайте сильно тонкие хвосты, чтобы вам было комфортно наносить. Чтобы было комфортно что-то. Наносить там. То есть, если вы сделаете очень тонкие, вы просто потом в них запутаетесь. Это такое из практики, совет из практики. Существует несколько способов нанесения аппликации. Наша задача – нанести аппликацию, не касаясь липкого слоя. Я вам уже показывала, что у нас там есть клей. Клей нанесен волнообразно. Волнообразное нам длинное сение клея обеспечивает хорошее сцепление кожи. Наша кожа не является идеально гладкой поверхностью. У нее есть определенный рельеф. И поэтому клей тоже таким рельефом нанесем. А вот, еще один такой момент. Сразу, возможно, мне кто спросит. По поводу цветовой гаммы. Цвет. Цвет тейпа у вас есть эстетические предпочтения. На натяжение, на прочность не влияет. Все тейпы имеют определенные физические свойства. То есть, по поводу веса я проговорила. Бумага, акрил, акриловый клей, вернее. Цвет – это просто ваше предпочтение. Все, не более того. Ну что, будем наносить. По поводу нанесения. В данном случае мы будем с вами использовать метод отрыва бумаги. Он так и называется. Наносить будем методом отрыва бумаги. Мы будем стараться не касаться липкого слоя, чтобы его не травмировать, а сохранить его волнообразное нанесение. Это идеальная техника. И, собственно, я учу этому на практику именно вот такой технике. Это один из методов. В данном случае в этой зоне подходит он. Другой метод – просто будет некомфортно. Ваши хвостики просто запутаются между собой. Я покажу, как мы это будем делать. Мы с вами фиксируем. Вот я держу за якорь. И я отделяю каждый хвостик от якоря. То есть, обратите внимание, я... Тут я, кстати, не разрезала, сейчас развяжу полностью. Я не якорь от хвостов, иначе я растянутый. Он у меня достаточно тонкий, я его растяну. То есть, я не якорь от хвостов, а каждый хвостик я отделяю от якоря. И проверяю, чтобы у меня хвостик был покрыт бумагой, но при этом между собой они не были склеены. То есть, вот у меня все хвостики покрыты бумагой, но отделены от якоря и друг от друга. Это важно. Теперь я держу за хвосты, аккуратно подхватываю бумажную подложку и отделяю бумажную подложку. Все, у меня открылся якорь. Теперь я буду наносить якорь, собственно, куда мне нужно. Мы знаем, что у нас коллектор здесь, височной ямке, и я буду приклеивать височную ямку. Вот я прихватила височную ямку. Дальше. Не совершайте ошибку, которую делают все постоянно, тут же начинают натирать. Ни в коем случае не трите. Вот буквально приложили, сцепление произойдет моментально. Сейчас объясню, для чего это. Дальше я раскладываю и смотрю. Мои хвосты должны смотреть в сторону глаза. То есть, они должны ни вниз смотреть, ни вверх. Они должны именно в сторону глаз смотреть. Если мне не нравится, я, допустим, криво как-то приклеиваю, я аккуратно отделяю и перекладываю до тех пор, пока мне не понравится. То есть, вы это делаете столько раз, сколько нужно. Есть. Отлично. Вот теперь, собственно, все. Меня все устраивает. И теперь мы будем наносить. Последовательность нанесения хвостов, раскладывать, это называется раскладывать. Мы сейчас будем с вами раскладывать хвосты. Последовательность разложения хвостов, в принципе, не имеет значения. Как хотите. Начинайте сверху или снизу, один за другим. Можете начать сначала по краю, потом внутреннее выложить. Тут все равно. У меня шесть хвостов. Это та аппликация, которую я делаю по утрам. Поэтому я выкладываю вот таким образом. Обратите внимание, я каждый хвостик чуть-чуть потянула, бумага отделилась. И я, не касаясь липкого слоя, выкладываю каждый хвостик. То есть, я не касаюсь липкого слоя. То есть, не снимайте бумагу сразу же. Сейчас у меня тут хвостики немножко. Вот, все. То есть, чуть-чуть тянем. Бумага очень легко отделяется, практически тут же. Еще один момент. Постарайтесь брови не поднимать. Чуть-чуть. Так, есть. Один хвостик слишком тонкий, он у меня не ляжет. Поэтому я его просто удалила. И выкладываю второй хвостик. Без натяжения. Очень важно, без натяжения. То есть, мы ничего не натягиваем. Ну, вот. Да, отлично. Все. Есть. То есть, вот наша аппликация. Я опустила один хвост над бровью, два хвоста под бровью и по нижнему веку. Меня больше беспокоят вот верхние века. Поэтому моя вариация в данном случае – это больше акцент на верхние века. Под бровью, над бровью и по нижнему веку я опустила два хвоста. Один хвост тонкий, я его просто удалила. То есть, ничего страшного совершенно не произошло. Посмотрела. Меня все устраивает. Здесь у нас очень тонкие хвостики, поэтому здесь кончики мы не скругляем. Мы скругляем только возле якоря. Посмотрела. Если я вижу, к примеру, вот вы сейчас наклеиваете и один хвост у вас явно длиннее, чем все остальные. Значит, вы его натянули. Тогда вы его аккуратненько отделяете и без натяжения переклеиваете. То есть, не тяните. Очень часто, невольно, я сейчас покажу, что я имею в виду, вот так вот хочется натянуть. То есть, вот видите, я его с натяжением наклеила. То есть, без натяжения. Просто аккуратненько. Не бойтесь заходить прямо под нижний век. Если вас больше беспокоит отек нижнего века, вы можете сделать обратную комбинацию. То есть, вы можете варьировать. Например, здесь пустить два хвоста, а здесь три хвоста. И вы можете прямо под нижний век опустить. Ничего страшного. То есть, я часто вижу, что клеят такую аппликацию, не заходят на века, на отек, собственно, не заходят. А обклеивают, по сути, вот где-то рядом, даже на скуловую кость. В этом нет никакого смысла. Хуже вы не сделаете. Но вы не достигнете цели, которую вы ставите с этой аппликацией. То есть, вы не уберете отек. У меня вот тут немножко, видите, они встретились. Тоже ничего. Почему нельзя натягивать? Смотрите, натяжение будет работать вам на воздействие на мышцу. Нам нужно, чтобы у нас был дренаж. За счет чего происходит дренаж? Я вначале вам сказала, в самом начале, возможно, вы это не слышали или чуть позже подключились. Вес нашего тейпа, нашего вот этого кусочка ткани, то есть вот этого вот кусочка ткани равняется весу кожи, поверхностного слоя кожи. И вот за счет вот этого перепада веса, то есть сейчас вот здесь давление одно, вот здесь давление другое, вот здесь опять другое давление. То есть вот за счет вот этого перепада без натяжения, когда мы клеим, у нас просто тейп немножко как бы, ну, как вовнутрь работает. Не глубоко, он не работает глубоко, он все равно работает на уровне кожного лоскута. То есть глубоко он не воздействует. Но вот за счет давления вот этого, то, что вес разный, здесь вес, там, где я наклеила, вот где хвосты у меня вес больше, чем вот между хвостами. Происходит вот этот дренаж. Дренаж сейчас идет сюда. Мы сейчас должны с вами тейп активировать, поэтому важно без натяжения. Если вы начнете натягивать, тейп будет работать по-другому. В области глаз натяжение не создается. Натяжение есть у нас, аппликация с натяжением, там должна быть правильная техника натяжения. Да, кошка тут без нее же никак. Вот, то есть должна быть правильная техника натяжения, это мы тоже отдельно учим, это корректирующие аппликации. И она, эти корректирующие аппликации мы делаем на определенных зонах, там лов, межбровья, скулы. Существуют аппликации с натяжением, да, Елена, они называются корректирующие, но там есть, я не буду показывать в эфире, сразу предвосхищаю вопрос, если вы попросите, чтобы я вам показала в эфире, потому что там нужно научиться правильно натягивать. Если вы создадите чрезмерное натяжение, вы сделаете себе либо залом на коже, ну, морщины, скажем так, возможно, даже травмируете немножко кожу. Ну, травма – это так, вот самое опасное – это создать залом, то есть натяжение. Дело в том, что кожа у нас натягивается на разных участках по-разному, эластичность кожи, как физическое свойство нашей кожи, оно разное на разных участках. Поэтому вот я показываю такую безопасную, но совершенно очень эффективную аппликацию. Все эти аппликации, они вариативные, то есть это один из вариантов, я показала вам свой вариант, то есть как я делаю, объяснила, почему я так делаю. То есть мне нужно больше сработать с верхним веком, нижние веки меня никогда не беспокоят, у меня больше вот акцент на верхнее веко, поэтому я обклеиваю, видите, больше верхнее веко. Можно сделать то же самое, буквально один-два хвоста здесь пустить и больше акцент сделать на нижнее веко, то есть больше затейпировать, здесь проработать. Можно сделать длиннее, если вас сильно беспокоит, прямо отекает полностью, вы можете сюда дойти, можно сделать, ну, короткое можно тоже, то есть можно буквально вот так тоже сделать. Как активировать правильно дренажную аппликацию? Нам нужно просто легонечко, очень мягко ее погладить в одном направлении, в сторону якоря, ни туда-сюда, не втираем, не натираем, а легонечко гладим. Вот, погладили. Вот это легкая активация, такими, знаете, что называется, смахивающими движениями. Все. И дальше, как определить, что она нам подходит и она работает? Ваша аппликация в области круговой мышцы глаза не должна мешать вашим физиологическим функциям. Проще говоря, вам должно быть комфортно моргать, открывать, закрывать глаза. Мне она не мешает. Если вдруг вы наклеили и чувствуете, что тянет веко, давит, какой-то дискомфорт, вы берете один хвостик, тот, который, по вашему мнению, создает, собственно, этот дискомфорт, переклеивайте. Не бойтесь, ну, к примеру, допустим, этот хвост мне немножко мешает, допустим, да. Я тогда беру его и чуть-чуть выше клею. И я его наклеила выше, чтобы он мне не мешал, но я создала крест-накрест. Вот это тоже можно. Ничего страшного, если у меня один хвост перейдет на другой. На самом деле просто дренаж будет больше. То есть дренаж будет больше. К примеру, у вас здесь три хвоста, их уже некуда положить, например. Вы тогда тоже можете один, или, допустим, вам мешают, вы можете тоже вот так вот наклеить. Тоже у вас будет просто больше дренаж. Опять же, по той же причине. То есть дренаж будет глубже, чуть быстрее происходить. Можно ли заниматься стейпами? Да, можно. То есть вы можете спокойно сделать сейчас какое-то упражнение. Ну, единственное, что я не рекомендую делать сейчас вот зажмуренье, потому что будет очень сильная фиксация. Можно немножечко все-таки, стейп немножко там как слегка травмирует кожу. Это не ожог, но чуть-чуть может травмировать, такое покраснение будет. Вот. Понятно с этой аппликацией? Это мой личный вариант. То есть вот у меня пять хвостов, и три опустила больше по верху, два по низу, потому что мне надо сделать акцент на верхнее веко. Вам можно... Вы можете сделать два-два, пожалуйста. Два по верхнему веку, два по нижнему, то есть вы просто будете пробовать такой вариант, поработать только с нижним веком, поработать только... Можно только верхние века, можно, пожалуйста. То То есть вы должны попробовать, ну, собственно, мы на практикуме так и делаем, потому что мы все очень индивидуальны. Я специально на практикуме даю не одну, а вариацию аппликации, мы пробуем эти аппликации. И каждый там говорит, мне вот эта больше подошла, а эта меньше, к примеру. И даже мы на, у нас же два глаза, почему бы этим не воспользоваться, да? На другой глаз мы делаем другую вариацию этой же аппликации и потом смотрим. Отлично, Лен, спасибо. Вот, потом просто смотрим. Но для того, чтобы понять, работает она или нет, нам надо какое-то время побыть с ней. То есть она должна работать. Ну, как правило, утром я иду готовить завтрак. Это самый удобный вариант. Обклеить глаза и пойти готовить завтрак. Если вы все-таки хотите с вечера вырезать, но вырезайте, да, за ночь, в принципе, ничего не произойдет, но лучше в зип-пакет положить. То есть положите в зип-пакет, ну, чтобы как бы как можно меньше контакта с воздухом было, в холодильник не надо, вот, просто в зип-пакет и, в принципе, утром можете наклеить. Ну, хранить нарезанные вот такие вот нарезы дренажных, а потом просто доставать клеить, к сожалению, они не будут просто фиксироваться. Клеить желательно на чистое лицо. Это, ну, просто для того, чтобы, опять же-таки, было сцепление, то есть, чтобы было сцепление аппликации тейпа с кожи. Если у вас будет какое-то средство нанесено, просто у вас не приклеится. То есть будет пленка какая-то, просто не приклеится. Столько из этих соображений. Вот. Это, что касается, как наносить. Вот этот метод нанесения называется метод отрыва бумаги. Мы каждый хвостик с вами наклеивали отдельно. И идеально, если вы не касались липкого слоя. Ну, поначалу, когда вы первый раз делаете, первый несколько раз, вы все равно пару раз коснетесь. Ну, ничего страшного, в любом случае я объясняю максимально, как, как бы, как все-таки не касаться. Оля хороший вопрос задала. Оля, спасибо. На ночь нельзя. Не то, чтобы я такая злая вам запретила. Но на самом деле, смотрите, дренажные аппликации носятся максимум 4 часа. То есть вы наклеили, и вы с ними ходите до 4 часов. Минимум 15 минут. Если вы будете носить чрезмерное количество времени, больше 4 часов произойдет чрезмерный дренаж. Это выглядит, как вот немножко кожа такая, как вот, как, чуть-чуть как провисает. Очень тоненько. То есть я просто знаю по себе, например, мне нежелательно тренировать эту зону. Если я показываю, естественно, я тренирую, делаю дренажные аппликации здесь вместе со всеми, и делаю комбинации, показываю варианты дренажных аппликаций. Денис на третье лица. Я знаю, потом, когда я снимаю эти аппликации, удаляю их, то я прям вижу, вот так чуть-чуть вот именно тоненькая кожица провисает. В моем случае не страшно, потому что упражнения тут же мне все скомпенсировали, все отлично. Я нагнала кровь, отогнала лимфу, все прекрасно, воды попила, все вернулось. Вот. Но в целом четвертый дренаж, он тоже не нужен. То есть нам не нужно полностью выжидкость выгонять, все. Мы сейчас про лицо с вами, да, нам нужен эффект визуальный. Спать нельзя, потому что, во-первых, вы не будете спать 4 часа. Во-вторых, если вы будете спать, допустим, вот на одной стороне, на другой, произойдет такой небольшой парнивковый эффект. И, соответственно, тейп очень сильно сцепится с кожей. Он, в принципе, сейчас очень сильно сцепился к коже. То есть нам достаточно температуры окружающей следы, плюс температура нашего тела. И активация клея, который на тейпе, очень интенсивная. Он уже сейчас хорошо сцепился. То есть я сейчас второй момент, вторая фаза будет у нас, как правильно снимать тейп. Вот, поэтому спать вы можете еще больше усилить сцепление. И потом, когда вы будете снимать, вы будете травмировать кожу. Дело в том, что когда вы снимаете тейп, тейп, вы всегда, всегда работаете как поверхностный пилинг. Ни срединый, ни глубокий, именно поверхностный. То есть снимая тейп, снимая аппликацию, вы делаете себе легкий пилинг. За счет этого визуально буквально сразу же вы видите, как уходят мелкие морщинки. То есть именно за счет вот этого легкого пилинга. И когда вы спите, особенно если вы как-то так спали, допустим, надавили, у вас чрезмерное произошло сцепление тейпов кожи, чрезмерное нагревание, такой даже парниковый эффект, и потом будет небольшая травма кожи. Она выглядит как покраснение. Это не аллергия. И теперь мы плавно перетекаем о том, как часто делать эту аппликацию. Скорее всего, уже этот вопрос у вас возник. Я говорила вначале, что я ее делаю ситуативно, по необходимости. Я ее не делаю регулярно. Если вас беспокоят отеки, вот у меня был недавно курс как раз, и я получила обратную связь от девушки. Она говорит, что вот эти аппликации полностью ей брали отеки. Она делала курсом. То есть она делала подряд. Несколько дней. Когда мы удаляем аппликацию, мы смотрим. У нас не должно быть покраснение. Если вы видите покраснение, к примеру, вы делаете три дня, на четвертый день вы сняли и увидели покраснение. Покраснение у вас будет в области якоря. Потому что здесь наибольшее сцепление с кожей. Вы понимаете, естественно, площадь, потому что у нас воздействия больше. Значит, произошла легкая, такая уже чрезмерная пилинг. Это еще не травма кожи. Но надо день-два дать отдохнуть в этой зоне, в зоне якоря кожи, и потом опять возвращаться. То есть таким образом вы ориентируетесь на кожу свою. Вы смотрите на реакцию кожи после того, как вы удаляете аппликацию с лица. Поэтому я не делаю каждый день, а я делаю, ну, допустим, раз в три дня, раз в два дня, там, даже можно сказать, что по необходимости. То есть если я вижу, что неплохо было бы делать, но никогда я не делаю два дня подряд. У меня обычный эффект держится несколько дней. Два-три дня точно держится. То есть я могу там, бывает, раз в неделю я делаю. Но делаю ее регулярно. То есть в моем случае эти аппликации хорошо подходят. Аппликаций большое множество, плюс их можно комбинировать, плюс, как я уже сказала, то есть они все вариативны. Поэтому вы все равно будете подбирать именно те, которые нужны вам конкретно в вашем случае. Ну, естественно, я подсказываю всем участникам нашего курса, я подсказываю обязательно тоже то, что я вижу, потому что у меня много уже обратной связи от других. участниц нашего, кто уже проходил этот практикум, они делятся впечатлениями, делятся результатами, какие аппликации для кого как сработали. Поэтому я тоже могу это подсказать. Поэтому вы не будете делать там все-все-все аппликации. Мы на курсе изучаем 18, если не ошибаюсь, аппликации, но вы не делаете все 18. Обычно это около 5 аппликаций. Так, давайте теперь поговорим о том, как правильно снимать. То есть я сейчас, ну, где-то минут 15 я уже побыла с этой аппликацией. Думаю, что она уже сработала у меня. И теперь мы поговорим о том, как правильно снимать. Запомните, пожалуйста. О, да, Ксения. Да, вот, Ксения была у нас, да. Ксения была на курсе, да. Спасибо, Ксения, да. Недавно причем относительно, ну, относительно недавно. Вот, вот, Ксения прошла, пишет, что прошла курс и очень рекомендует. Вот, действительно, курс очень хороший, и мы поработали над расписанием, и расписание просто теперь идеальное. То есть я сама и вижу по результатам и по отзывам, я вижу, что все как раз, все правильно мы сделали в нашем расписании. Как снимать? Ни в коем случае за якорь не тянете. Все, что вы сейчас дренажили, ваш дренаж на самом деле вот сюда был. То есть почему мы размещали якорь в наш коллектор, в височную ямку? Потому что у нас, вот, собственно, отток шел вот сюда. Да, он шел немножко вглубь, естественно, то есть, ну, не поверхностно, да. Но и вот сюда, к якорю, то есть вот он вот сюда уходил, к венке вот это. Поэтому если мы сейчас возьмем и потянем с вами за якорь, мы просто все, что мы дренажили, обратно вернем на место. Вы всегда снимаете якорь в последнюю очередь. Как правильно снимать? Мы подхватываем тейп и, придерживая кожу, отделяем. Вот это неправильно. Вот сейчас я сделала неправильно. То есть я кожу от тейпа аккуратненько отделяю. Вот это правильно снимать. Это очень важно. Особенно, когда вы хотя бы часик походите, вы почувствуете, какое сильное сцепление у вас с кожей. То есть аккуратненько подхватили и аккуратно отделяя кожу от тейпа, снимаем каждый хвостик очень-очень осторожно, не растягивая кожу. Но я делаю медленно. На самом деле, это со временем вы будете делать намного быстрее. Есть. И после этого в последнюю очередь вы снимаете якорь. И смотрите. Ну вот у меня есть, они совсем незначительные. Они есть, и бровь даже сразу видно. Она приподнялась, и эта зона вот она там такая прям... Ну я чувствую, что она легче стала, не такая тяжелая, как здесь. Это очень чувствуется прям... Даже многие пишут, легко глазам стало. Очень многие такое пишут. И как определить, был ли у нас дренаж? Легкие полосочки такие, бледненькие, неярко-белые. Вот чуть-чуть у меня есть по верхнему веку. Я не знаю, в эфире их видно будет или нет. Вот чуть-чуть они есть, мелкие такие легкие полосочки говорят о том, что произошел дренаж. Интенсивность этого белого, вот этого цвета может быть разной. Белый же разный тоже бывает. Бывает ярко, бледно, молочно какой-то. То есть эта интенсивность, она разная. Более того, когда мы делаем дренаж, например, вот здесь или здесь, вот эти все полоски тоже по яркости будут разные. То есть где у вас чуть больше был отек, там дренаж будет, вот эта полоска будет более выражена. И если вы подольше походите, тоже, соответственно, вы увидите, что полоска, вот эти полосочки, следы, следы, именно следы, более выражены. Если нет таких полосочек, вы либо не попали в коллектор, ну то есть вы неправильно наклеили, ничего никакого трагедия, либо вам просто нет необходимости дренажить. Но я вам скажу на своем опыте, что вот глаза всегда всем есть необходимость дренажить на самом деле. Допустим, ну вот здесь кому-то не надо дренажить, допустим, с моим типом лица, кому-то лоб, возможно, дренажить, к примеру. Но вот глаза – это зона, которая любит водичку притягивать. У нас здесь, в принципе, много лимфососудиков, и некоторые из них достаточно близко к коже расположены. Можно сказать, что они прямо под кожей расположены. Поэтому в данном случае глаза всегда есть, всем необходимо хоть какой-то дренаж, но делать, всегда у всех работают. То есть если вдруг вы не видите и нет вот этого ощущения, что прям как раскрылся глаз, вот прям легче стало, скорее всего, вы просто не попали в коллектор. Ничего страшного, за что я люблю тейпы, никакой трагедии не произошло абсолютно, ничего страшного. Просто в следующий раз или когда вы будете пробовать, надо сделать все-таки правильно, немножко не попасть. Попробуйте, к примеру, с другой стороны сделать, возможно, с этой стороны вам будет легче. То есть здесь нам нужно четко височную ямку. Вот, понятно, да? То есть как снимать? Снимать тоже нужно правильно, потому что зачастую снимают неправильно, и гетотёки у меня не ушли. Это тоже важно. И у вас не должно никаких быть покраснений. Если вы с вами правильно вырежете тейп, правильно его нанесёте и правильно снимете, у вас останется просто гладкая кожа. Может быть, есть какие-то вопросы? Вот, а самое главное, Женя сказала, это я всё к чему. Практикум у нас будет. У нас будет курс по эстетическому тейпированию. Ну, вы, наверное, уже догадались, кто его будет вести. Вести его буду я. Он у нас будет, так, а какого же числа он у нас будет? Я выписывала себе. Сейчас вам скажу, когда он будет, потому что я себе выписывала. Это три занятия по полтора часа. Старт у нас на следующей неделе. Сейчас я вам скажу. Когда будет три занятия по полтора часа. На первом занятии работаем дренажные аппликации. Учим. Второе занятие учим корректирующие, моделирующие аппликации. Естественно, мы уже учим не только одну-две аппликации. Мы все прорабатываем. И на третьем занятии мы уже опять всё прогоняем. Занятие длительностью полтора часа. Может быть, немножко задержимся. Может быть, час сорок, ну, максимум два часа. Но я, конечно, больше не стараюсь не задерживать. Но иногда бывают вопросы. Иногда хочется ещё какую-то попробовать аппликацию. Поэтому мы иногда задерживаемся. Вот. По поводу стоимости. Самый важный момент касательно стоимости. В течение следующих трех дней. Вот сегодняшний, сегодня эфир. Завтра, послезавтра и ещё плюс один день. Стоимость будет на 25% ниже. И будет ссылка для регистрации на данном курсе. Вот. Я хочу сказать, когда он начнётся. Потому что я внесла себе в календарь. Когда у нас... Ага. Вот. 25 февраля он стартует. Это на следующей неделе. Пятницу. 25 февраля. В 19 по Киеву. 20 по Москве. 19 по Киеву. 20 по Москве. Это первое занятие. Второе занятие будет 1 марта. И третье занятие будет 4 марта. То есть такая разбивка, чтобы у вас было время по три дня между занятиями. Чтобы вы успевали спокойно себе тоже что-то сделать. Какие-то аппликации потренировать. Ну, то есть то, что мы делаем на курсе, вы потом сами делаете. У вас обязательно обратная связь. У нас есть группа, где мы общаемся. Девочки задают вопросы. Делятся впечатлениями. Я отвечаю на эти вопросы. Подсказываю. Тоже свои аппликации показываю. Потому что это единственное, которое я делаю. И у вас есть конспект, по которому вы все это делаете. То есть обязательно у вас конфис конспект с иллюстрациями, с описанием. То есть, соответственно, вот три занятия. Ну, на самом деле, вот эти три занятия. Раньше мы делали два занятия. Сейчас мы сделали три. И это очень классно. Потому что на третьем занятии все говорят. Вот теперь я все поняла. Теперь мне все понятно. У меня в голове все улеглось. И я понимаю, как правильно натяжение создавать. И как правильно моделирующую аппликацию наносить. И дренажные, как их комбинировать. Потому что дренажные интересны нисколько сами по себе. Вот эти веерообразные вырезать несложно наклеить. Интересно их комбинировать. Вот это самое интересное. Но это достаточно индивидуально. То есть это все подбирается под ваше лицо. Где купить тейпы? В интернете. Тейпы сейчас купить не проблема. В любой стране мира можно купить тейпы. У меня, мои девочки, со всего мира покупают тейпы без проблем. По производителям обращайте внимание. Желательно, чтобы это было или Япония, или Корея. В принципе, я на Алиэкспресс купила. Клею тоже неплохо в целом. Но желательно, чтобы это было или Япония, или Корея. По странам-производителям. По цвету, как хотите. Ваши эстетические предпочтения. Хотите поярче, хотите наоборот побледнее. Если вы регулярно планируете делать аппликации. Бежевый цвет очень неплохо. Он не заметен для окружающей. В принципе, с ним можно даже и выходить. Но по желанию. У меня всегда яркие тейпы. Потому что я показываю. То есть я должна. То есть вот уже у вас по желанию. Хотите леопардовые тейпы. Тоже будет красиво. То есть не ищите тейпы специально для лица. Это больше маркетинг. Ищите кинезио тейп. Возьмите лучше 5 сантиметров шириной. Это будет просто совершенно универсально для вас ширина. И пусть там будет написано что-то Elite, или Sensitive, или Gentle, или Soft. Что-то вот такое. То есть не стандартное, а вот для чувствительной кожи. Они и для тела тоже используются. Но если там что-то вот как-то так написано. Какой-нибудь Soft или Gentle, к примеру. Вот. Они просто для лица идеально тоже подойдут. Занятия проходят в Zoom. Это двухсторонняя связь. Группа набирается небольшая. Максимум 8 человек. Чтобы я каждого видела. Каждого могла уделить внимание. И мы вместе, я показываю, смотрю, как вы делаете, подсказываю, корректирую, тут же отвечаю на вопросы. Мы, ну, когда у нас есть, извините за это, ну, но когда у нас есть обратная связь, то есть я вас вижу, я могу вам сказать вашу длину и вашу ширину. Потому что ширина и длина, они достаточно субъективны. Мы отталкиваемся от проблемы. Я рассказываю, как правильно определить, собственно, на вашем лице ширину и длину тейпа. Это называется, если уже правильно говорить, то есть вот это называется терапевтическая зона. То есть определить, что нам нужно обклеить для того, чтобы получить эффект и облегчить ткани конкретно на данном участке лица. Мы просто все с вами индивидуально. У кого-то лицо шире, у кого-то уже, у кого-то глаза более, больше, более распахнут, у кого-то чуть меньше. То же самое, например, с этой зоной. Например, вот у нас есть аппликации для круговой мышцерта, они очень хорошо работают. Но там эта зона у всех совершенно индивидуальна. У кого-то губы объемные, у кого-то чуть-чуть меньше. Поэтому там даже длина не прописывается. Если я могу на какую-то, например, как глаза, я могу сказать, ширину полтора сантиметра. Это будет универсальная ширина. Она, в принципе, всем подходит. Это я уже знаю. То с круговой мышцерта, когда мы тейпируем эту зону, я так не могу сказать. Потому что, ну, вы же понимаете, у кого-то губ больше, меньше. Поэтому для этого вот на практику мне двухсторонняя связь. И нужна, чтобы я вам подсказывала. Зачастую девочки прямо перед занятием распечатывают конспект и для себя напротив каждой аппликации делают для себя пометки. То есть, потому что вы тейпируете свое лицо. Вы не тейпируете каждый день новые лица. Вы просто однажды для себя определили, например, вот что вам нужно. Ну, к примеру, для этой зоны вам нужно такую-то ширину и такую-то длину. То есть, вы один раз ее замерили и написали размеры. И потом просто по вот этой вот линейке, то есть, вы просто берете и по линейке отрезаете столько, сколько вам нужно. И дальше вырезаете, собственно, форму аппликации. Будь то О-образная или там веерообразная, или это В-образная аппликация, Х-образная аппликация. Ну, на самом деле их достаточно много. Но это уже все на практику. То есть, я сейчас не буду на вас-то все наваливать. Мы сегодня конкретно по веерообразным аппликациям прошлись. И на примере одной аппликации я вам рассказала, как правильно наносить, как правильно размещать и как правильно снимать. Ну, и как носить в целом. Еще есть вопросы у вас. То есть, что касается практикума, он вот таким образом проходит. То есть, я вас вижу, знакомлюсь, рассказываю, подсказываю. С тейпами можно работать и с асимметрией. Корректирующие аппликации неплохо работают с асимметрией. И тоже я рассказываю, есть такое понятие, как усиление аппликации. Я тоже об этом говорю. И как его использовать конкретно при работе с асимметрией. Есть аппликации для подтяжки нижнего контура. В этом такой раз, и все так при ощупь не подтянутые. Снимать не хочется. То есть, на самом деле, их достаточно много, этих аппликаций. И все поэтапно. То есть, конечно, ни на одном занятии. Иначе у вас будет каша в голове. И это не нужно. Вы первое занятие делаете попроще аппликации. И когда вы уже осваиваетесь, и вам комфортно, и вы чувствуете уже. Тейп, все понимаете. Мы переходим к более сложным аппликациям. И вы уже делаете посложнее аппликации. Ну, это не то, чтобы что-то сложное совсем. Но один раз научиться и спокойно делать, и знать, что ты делаешь, и понимать. Вот как Оксана сейчас вот написала. Свой онцев, что была на курсе. И действительно, это классный инструмент. Это доп-инструмент. Я всегда повторяю, и всегда это буду говорить. Это не является монотерапией. Если сталкиваться, отталкиваться от принципа лучше, чем ничего, то да, если вы совсем ничего не делаете, вы добавили тейпы. Но это лучше, чем ничего. Но если ваши тейпы используются как доп-инструмент, ну, к примеру, к тренировкам, то есть не то, чтобы вы там стели, потренировались, потом обклеились. Нет. У вас есть тренировки, но у вас нет возможности потренироваться сегодня. Вы берете, делаете аппликации, вот, потому что нет у вас времени, допустим, на 20-30 минут съесть, там, залипнуть перед зеркалом, потренироваться. А если у вас 5 минут, вы наносите аппликации, и дальше аппликации работают. В зависимости от проблемы. Поэтому или это убираем брыли, или это поднимаем уголки губ, подтягиваем овал, убираем носогубку. Ну, то есть зависимости от проблем. Так, вопрос, да, сколько занятий? Всего занятия на курсе 3. Начало в следующую пятницу, то есть 25 февраля, затем 1 марта во вторник, и 4 марта в пятницу. Начало занятий в 7 часов по Киеву, 20 по Москве. По стоимости. Мы все в разных странах, поэтому я не буду озвучивать стоимость, потому что у нас у всех разная валюта. Но сразу я могу озвучить, что завтра, послезавтра и плюс еще один день у вас скидка 25% от стоимости. Если вы регистрируетесь в течение следующих трех дней, у вас скидка 25%. Аппликации только по лицу и шее. По телу. Тело – это тело. По телу мы с вами все-таки про лицо. Мы не можем охватить все. Мы глубоко, мы эстеты, мы работаем эстетистами по своему лицу, включая шею. То есть тело – это уже другой совершенно курс. И даже на обучение у нас тоже тело было отдельно, лицо было отдельно. Шею мы относим к лицу, потому что работая с шеей, мы облегчаем и работаем уже с брылями. То есть облегчаем эту зону тоже. Вот. Понятно, да? По стоимости. Тут даже стоимость на самом деле небольшая в любом случае, но еще и минус 25% в течение следующих трех дней. То есть у нас сегодня четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ссылка будет, ссылка для регистрации будет, я сохраняю обязательно эфир, и будет ссылка для того, чтобы вы зарегистрировались на курс, если вы заинтересовались. Курс провожу я. Меня зовут Ирина Бельская, я тут тренер нашей школы. Я, конечно, про тейпы могу говорить бесконечно. Лилия, я честно не помню, я бы с радостью. Я не помню. У нас много курсов, вот, поэтому я даже, ну, не вникаю, если честно. Вот, поэтому я боюсь вас просто обмануть и сказать вам неправильно, и потом выяснится, что я не дала ту студию. Перейдете по ссылочке, если вам несложно, и все узнаете. Хорошо? Девочки, я должна заканчивать. Спасибо большое за вашу активность, спасибо за ваши вопросы. Я должна заканчивать эфир, потому что уже почти час, и сейчас, в принципе, Инстаграм меня попросит закончить. Я надеюсь, я его сохраню. Я думаю, что сохраню. Вот. В любом случае, если эфир будет сохранен, вопросы можно под эфиром задавать, и ссылка будет для регистрации. Вам спасибо большое. Рада была с вами пообщаться. И, надеюсь, кто-то делал со мной эти аппликации или будет делать. То есть, возможно, вы там пойдете, сейчас закажете тейпы, и потом еще вместе со мной тоже сделаете. И, возможно, с кем-то из вас я уже встречусь на курсе и лично уже познакомлюсь, увижу вас. И подскажу больше по поводу аппликации, естественно. Всем хорошего вечера. Все. Спасибо большое за сердечки. Я вам тоже в ответ отправляю. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok